По примеру именитого отца и столь же известного дяди, он загорелся режиссурой. И без кино уже не мог представить дальнейшую жизнь. После фильма «Антикиллер» о нем заговорили, как о ярком и перспективном режиссере. Он собрал целое созвездие актеров, от Михаила Ульянова и Виктора Сухорокова до Гоши Куценко, и каждому придумал выразительную историю и столь же колоритное воплощение. Значимый для себя он считает картину «Побег» с Евгением Мироновым в главной роли. Что происходит с обычным человеком в критический момент? И какие скрытые возможности могут в нем проявиться? Ему вообще интересны захватывающие сюжеты, неожиданные повороты и сильный эмоциональный накал. Как говорится, все жанры для него хороши, кроме скучных. Сегодня мой герой – режиссер и продюсер Егор Кончаловский. Егор Кончаловский сегодня мой гость и мой герой сегодня и всегда. Вот у меня какой к вам первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы как-то сказали, причем мне, что вы абсолютный такой маньяк порядка. Дома порядок, в машине, все на своих местах лежит, да? Да. Но мне кажется, я, конечно, посторонний человек, но за жизнь я была там пару раз на съемочных площадках, большего беспорядка, чем на съемочной площадке, вообще быть не может. Вот это как все у вас совмещается? Во-первых, надо сказать, почему я люблю порядок. Да я просто очень много лет, когда учился в Великобритании, очень много лет жил в очень маленьких комнатках. Помещения. Да, в кампусах и так далее. И просто вот в этом маленьком помещении, если там какой-то беспорядок, то же просто жить невозможно было. То есть ты там думал лишнюю книжку купить, или там лишний компакт-диск. И все время переезжал. То есть все свое ношу с собой. Поэтому волей-неволей пришлось привыкнуть. Но это у меня от мамы, так как она выросла в многодетной семье. И, конечно, в многодетной семье, когда пять детей, особенно в Средней Азии, где жара, инфекция, особенно те сороковые, послевоенные годы, пятидесятые, тоже нужно было очень следить за порядком. Иначе просто тяжело жить, когда пять детей. Сейчас у меня не так, потому что у меня родился второй сын. И, конечно, с порядком у нас сейчас есть... Плоховато. Но у меня, слава богу, есть свой уголок. Что же касается съемочной площадки, то мне кажется, что для постороннего человека, да, действительно, какие-то непонятные люди непонятно что делают, хохочут, курят, там, я не знаю, кофе пьют. Вроде такое... Бровановское движение. Да, праздник безделия, имитация бурной деятельности. И очень трудно отличить, группа работает хорошо или нет. Потому что, по стороннему взгляду, это может показаться действительно каким-то хаосом. Конечно, современная реальность в кино, она, конечно, бардака или какого-то непорядка иметь не позволяет. Не то, что там даже 10 лет назад, не говорю уже, а 25 лет назад, вот когда я начинал в кино. Потому что сейчас огромная скорость должна быть в силу того, что каждый день очень дорого стоит. Ты не имеешь... Ну, то есть ты имеешь право, но это не приветствуется никем, ни продюсерам, ни актерами переработки уходить. То есть все должно быть очень, так сказать, правильно организовано. Другой вопрос, что какие-то вещи, они действительно требуют внимания и времени. Как-то осветить лицо актрисы правильно. Особенно, если, так сказать, актриса играет, например, не свой возраст. Сложные постановочные сцены, трюки, например, которые связаны с риском для жизни, и должно быть все очень точно отработано. Выверенно. Вот мало того, мы вот сейчас снимали в музее. То есть ничего нельзя трогать. А снимаем трюк в музее. То есть это все должно быть очень рассчитано, чтобы там в какой-нибудь фортепьяно бесценное не влетел каскадер. Или в шкаф стеклянный, а антикварный. Слава богу, вот два последних проекта, вот у меня такого не было, что надо было, так сказать, как-то возмущать. Ну, все бывает. Но, слава богу, это не правило. Сразу вспоминаю, что мы встретились как давно-давние знакомые. Хотя, честно говоря, я его ни разу не видел. Ну, вообще. Впечатление было, что мы просто давно не виделись. После того, как мы таким образом встретились, дальше было понятно, как мы будем работать. Бывает, что такие встречи сразу обеспечивают понимание перспективы рабочей. Работа была сложная, это была, понятно, зима. Эта зима продлилась. И это блокадный Петербург, в смысле Ленинград. Мы снимали столько, сколько, в общем, нам надо было. И зима длилась, и длилась, и весна не начиналась. Наверное, именно потому, что Егор снимал это кино. Это уже глубокая весна, а мы снимаем зим. И никто сугробов не сыпал. Никто пожарных машин не вызывал с пеной. Снег лежал. И мы снимали. Что тоже характеризует некоторые вещи по отношению к правильности выбранного материала и его отношения к нему. И он меня как-то берег. Я видел, что он так меня отснимет, отснимет. Раз, и говорит, что, до свидания отсняли. Видишь, как мы как в кино работаем. Как такое у нас вот кино. Я понимаю, что он не со всеми так работал, но мне доставалась такая вот. Но исключая там последних сцен, когда мы там напряглись, потому что мы въехали в интерьер музея Бенуа, и, наверное, нам дали очень мало времени на работу. И там были основные драматические сцены. И там надо было, конечно, в общем-то, ответить за все. За все хорошее отношение. Насколько было возможно подготовочкой. Егор, вот смотрите. У вас абсолютно уникальная семья. Все, кто не режиссеры, все актеры, художники, поэты и так далее, да? Да. Вот когда вы поняли, что вы хотите быть режиссером? Я, если честно, до сих пор не понял, хочу ли я и быть... Я шучу, конечно. Есть несколько хороших выражений. Вот одно мне Александр Адобашьян, замечательный сценарист, художник, актер, друг Никиты, соратник его на большинстве картин, сказал, что режиссером может быть любой, пока не докажет обратного. Что же касается того, что ты волей-неволей, находясь в творческой семье, ты волей-неволей, затягивают тебя определенные векторы, да, так сказать, какие-то творческие. Это нормально, потому что я вспоминаю там мое детство. Понимаете, вот меня иногда спрашивают, ну вы же были там, вот у меня был фильм «На Луне» о мажоре, да, вот меня спрашивают, так вы же сами были мажор-то в 80-х, в 70-х годах. На самом деле, вот привилегия, которая действительно в нашей жизни, я сейчас имею в виду меня, может быть, моего отца Никиту, может быть, вот Никитиных детей, детей моего отца, привилегия была великая, которую мы не поняли, я ее понял только сейчас, что за нашим столом просто попить чаю, или просто пообедать, котлет поесть, Кончаловочки попить. Собирались такой, например, стол Натальи Петровны Кончаловской, Сергей Бондарчук, Чингиз Айтматов, Скопцева Ирина и там, я не знаю, графиня Толстая. Ну а о чем ты можешь говорить, да, с Чингизом Айтматом, Сергеем Бондарчуком? Это все или другой какой-нибудь стол? Да, да, да. Эдуард Артемьев, Эдуард Артемьев, Люся Гурченко поет. О чем идет разговор? Конечно, разговор идет о каких-то материях, которые близки этим людям. Да, это будет музыка, это будет живопись, это будет литература, это будет кино. Там, я не знаю, последний роман. Аксюнова. Вот, Аксюнова, например. Да, кстати, Аксюнов тоже сидел не раз. Вот и сам Аксюнов. Я вообще вырос в доме, где жил Василий Аксюнов. Все мое детство прошло в доме до его отъезда. Собственно, вот я помню его с ведрами, он свои жигули ходил мыть во двор. Да, и поэтому волей-неволей ты в этой среде крутишься, и так или иначе твой мир, он состоит там из выброшенной пленки. Я вот помню, у папы ведро мусорное, там пленка, смотришь, что там. А там корень его головы, Лена, да, из этого, из романца о влюбленных. Ну как? Я помню, как Рустам Ибрагимбеков сидел на даче у нас, и они писали с Никитой Сергеевичем Михалковым «Сибирский цирюльник», например. То есть это все рождается на твоих глазах. И волей-неволей, наверное, ты в эту среду затягиваешься. Была бы у нас семья физиков, вот у нас, например, в том же поселке на Никольной горе был в ссылке много лет. Копиться. Копиться. Много лет у него была изба, там лаборатория, Петр Копиться. А вот Сергей Петрович, да, у нас вот часто сиживал, тоже они с отцом своим, в очень хороших отношениях были. Отец собирался ехать в Сибирь, вот снимать Сибириаду, и там были вопросы по поводу радиации, потому что там были какие-то исследования в Сибири с ядерной тематикой связанные. Это нормально, мне кажется. Вот врачи, там была вот у нас и есть династия Вишневских, и сам великий Вишневский, который меня резал в детстве, там грыжу мне вырезал. Бабушка очень не хотела, чтобы он резал, потому что он военный хирург был. И он, ну как военный хирург режет? А, да, все, тихо-тихо-тихо зашили. И она ему говорила, Сашенька, ну может быть, ты же занят, у тебя же времени нет, может быть, кто-то из твоих молодых... А они говорят, молодые сейчас, молодые хирурги. А он говорит, что-что-что? Он говорит, может, ты не хочешь, чтобы я оперировал? Нет-нет-нет, что ты, что ты, что ты? Хочу, хочу, хочу. В результате он меня резал вот такой. Вот шаровой у меня был, когда я маленький, ну как я военный хирург, что-то генерал. Да, военный хирург, да-да-да. Вот его же сыновья, внуки, я не знаю, все они пошли вот по этой стезе. Плохо это или хорошо, это другой вопрос. Кому-то, может быть, и не стоило идти, понимаете, там продолжать какую-то профессию. Вот моя дочка, вот я сегодня иду на премьеру ее первой картины, где она в одной из больших ролей снимается, да. Ну вот как ни крути, затянула ее туда, да. Она художница вообще, вот заканчивает художественный вуз. Я очень спокойно к этому отношусь, но все равно ее потянуло в кино. Поэтому тут есть, наверное, влияние среды очень сильное. Конечно. И все равно я через, конечно, огороды, но попал в кино, потому что сначала я занимался рекламой, но все равно, это же съемки. А вы вот площадку первую помните? Да, конечно. Кто-то, может быть, из родных снимал что-то? Мама меня брала на съемки в Киргизию, в горы. Мы жили, так сказать, в таком, ну, совсем таком, совсем-совсем деревенском месте. Это деревня, но еще киргизская деревня. Киргизская, да. И еще киргизская деревня. Горная, да. В горах и еще на берегу из Сыкуля вот этого поразительного озера, которое выше, по-моему, уровня моря. Что-то там такое есть волшебное. Что-то там, да, есть волшебное, да. Это, конечно, интересно. Я вспоминаю это с какой-то радостью и ностальгией. Но, конечно, вот сейчас бы попасть вот так вот в те условия. Но все-таки были советские люди. Там помыться во дворе. Советские дети, да. Никого это не смущало? Нет. Вообще раньше очень тяжелые были киноэкспедиции. Это вот там еду с собой брали, крупы варить. Там все, дезинфекция. Сейчас-то, конечно, все совершенно по-другому. Все проще. Да. Вот это я очень хорошо помню, эту съемочную площадку. Все это связано с лошадьми было. Потом надолго я как бы не очень этим интересовался. И уже потом я попал на съемочную площадку даже уже и в США. Мне кажется, это был фильм, который снимал мой отец. «Тенго и Кеш» со Сильвестром Сталлоне, с Кёртом Расселом. Там такое было. Было огромное голливудское производство. Я там работал никем. Так ли было? Никто. Кем вы работали на этом? Никем. Но работали. Но работали. Ну, а потом уже, когда мой товарищ один, начинающий режиссер, женился и должен был уезжать в свадебные путешествия. У него был заказ на два клипа. Он один снял, говорит, второй, сними за меня. Говорит, я должен уехать. Поеду, пожалуй. Я говорю, да я вообще искусствовед. Как эти? Говорит, да ладно. Там все профессионалы, все знают. Крупный, общий, панорама. Все нормально. И вот я раз пошел туда. И действительно, как бы мне этот процесс понравился. Вообще, честно сказать. Ой, я вас понимаю. Это же так любопытно. А вообще, с вашей точки зрения, режиссерской, а что снимать сложнее всего? Какие времена, может, эпохи, может, какие-то сцены, может, какие-то чувства? Труднее всего не только снимать, но и написать. И написать, в смысле, нарисовать, как художник, да, написать стихи для песни или просто стихотворения. Чувства, конечно, чувства самые трудные. И чем они тоньше, тем, наверное, труднее их ловить и вычерчивать, что ли, да? Все режиссеры внимательно относятся к кадру. Но, мне кажется, Егор еще внимательнее относится. Ему важны детали какие-то. Детали, которые находятся в кадре. Реквизит костюм, чтобы это все было правильно, чтобы это все работало на мысль, которую в данном кадре хочется донести. Это тоже отличает его от многих режиссеров современных, которые сейчас работают, молодых. Многое то, что я делал в этом, благодаря ему, его подсказкам, его каким-то находкам, которые он придумывал для характера моего героя. Тот режиссер, который помогает. Есть режиссеры, которые мешают, есть, которые не мешают, а есть, которые помогают. Так он из режиссеров, которые помогают. Были идеальные отношения с актерами. Я не помню случая, чтобы он на кого-то кричал или злился. То есть, может быть, он злился и напрятался в себя. Не было откровенного какого-то нажима. То есть, не было злости. Я не видел ни разу. Кстати, вот с эпохой есть такие вещи, которые... Чем дальше эпоха, тем ее легче снимать. Чем она дальше от нас. Потому что никто не знает. Никто не знает. Я вот тут какой-то американский фильм смотрел про Александра Македонского. Где это греки живут? Смотрю, а греки у этого художника-постановщика американского живут в юртах. В монгольских. То есть, он, видно там, посмотрел, какой интересный, приятный дом. А пусть греки живут в юртах. В таких, да. Или, например, там вот... Я тоже никогда не знал. Это вот мне отец в свое время сказал. В свое, в свое. Когда Одиссею снимал, говорит, что... Ты знаешь, что вот эти все статуи, скульптуры греческие, вот эти белый мрамор, классик, они все были раскрашены. Вообще, на самом деле, они все были раскрашены. И глаза были нарисованы вот на этом мраморе. И все такое, да. А в нашем представлении, да, греческое, это такое, белое, парфенон, да, белизна. Да, 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 да. А это все раскрашено было. Парфенон весь был раскрашен красками. Поэтому, чем дальше эпоха, тем ее легче снимать. Ответственности меньше, я понимаю. Да. Потому что там никто не был из нас. Совершенно верно, да. Но вообще, если вот жанр говорить, да, мне кажется, что очень трудно смешить. Очень трудно снимать комедии, которые... Вот, скажем, попробуй снимать комедию в стиле Гайдая, да, вот в стиле милые идиоты все, да. Вот. Приятные, хорошие, добрые дураки. Попробуй вот как бы на этом уровне, вот в этом тоне снимать. Вот с этими шутками, да, вот по голове бум. Как бы вот... Да, вот попробуй. Вот это очень трудно. Ну, трудно, конечно. Потому что юмор, вот такой юмор тонкого качества, да, который такой не для всех юмор. На мой взгляд, это легче, чем вот этот юмор для всех, когда все смеются и очень долго, например, Гайдая говорит, ах, это несерьезно. А сейчас вот раз пришло понимание, что это невероятная классика, это здесь повторить очень трудно. Я хочу фрагмент, чтобы мы посмотрели как раз из фильма «Смешного», который вы сняли недавно. Пора на охоту уйти. Прямо сейчас? Охотиться не надо. Володя, у нас там полный холодильник. Володя, а у меня где-то другое предложение. Давай мы сейчас с тобой прокатимся по городу, погуляем, посмотришь, может быть, вспомнишь чего. А, вот. Не очень сильный лошадь. Ну, мудрый, я послушаю тебя. В фильме называется «Мой папа-вождь». Да. Вы говорите, что это трудно, и все-таки вы за это взялись. Почему? Когда любому артисту, и, мне кажется, и режиссеру задают, почему вы стали делать этот фильм? И они начинают, вы знаете, я там увидел в этой работе. Да, да, да. На самом деле, очень часто людям нужны деньги. Это правда. И как бы человек должен работать, условно говоря, работать. Надо просто работать. Чтобы зарабатывать, да. И зарабатывать, и не терять, так сказать, тонус профессиональный, понимание того, какими семимильными шагами развиваются технологии съемок и все остальное. У меня было свободное время, так сказать, Нагиев, такая комедия, там долго боролись за сценарий. Коммерческая работа, которая просто профессиональная работа, я бы так сказал. Егор, а вот скажите мне, пожалуйста, как режиссер-писателю. Да. У кино есть какая-то задача. Я точно знаю, что там есть разная литература, у разной литературы разные задачи. А вот у кино как явление. У него есть какая-то задача? То есть что-то есть такое, что нужно снимать? Один знаменитый режиссер российский сказал замечательную фразу, которую, в общем, в конечном итоге я руководствуюсь, потому что это очень простой алгоритм. Ну, он про кино сказал, но мне кажется, это можно отнести к любому виду искусства, почти к любому. Что кино призвано делать людей или лучше, или умнее. Соответственно, или, так сказать, ты работаешь с интеллектом, или ты работаешь с эмоцией, да, но в конечном итоге. Когда ты чувствуешь что-то, особенно если ты чувствуешь это глубоко и серьезно, то мне кажется, что переживание делает человека вообще зачастую и лучше, и умнее. Потому что недаром, да, вот говорят, человек должен пожить, да, пережить, что-то прожить, и тогда он становится глубже. Это же эмоции все, да. И вот кино, и любое, мне кажется, искусство является вот таким вот заменой вот этих вот настоящих каких-то эмоций, которые связаны с действительными радостями, горем, потерей, трагедией и так далее. И чем мощнее кино, тем, наверное, живее и явственней ты испытываешь эти эмоции, когда собереживаешь герою какому-то. И поэтому, мне кажется, очень важно испытывать самому, когда ты снимаешь кино, или снимаешься в кино, испытывать сильные эмоции. Если говорить о Егоре Андреевиче, то, безусловно, первое, о чем хочется поговорить, это о обстановке, о атмосфере, которую у него получается создать на съемочной площадке. У него получается влюбить в себя людей, заразить вот своим чувством прекрасного, своим отношением к делу, своим профессионализмом, своим подходом индивидуальным к каждому на площадке. То есть нету людей на площадке, которых он бы не знал по имени, как их зовут. Нету людей, которые бы не улыбались ему с утра. Он очень сильно погружен всегда в материал. И ты, когда работаешь в кадре, ты чувствуешь, как он за кадром вместе с тобой проживает. Каждую фразу, каждый взгляд и так далее. И ты находишься с ним в этот момент в каком-то настолько тесном контакте, что и лишних слов не нужно. Он может подойти, без слов что-то вот как-то очень правильно дать направление. Он очень часто говорит, что он самоучка и вообще не режиссер. Но, честно говоря, побольше бы таких самоучек. Чувствуется, что он человек интересующийся, что ему важно попробовать, изучить. Несмотря на то, что он говорит, что он самоучка, он получше многих режиссеров знает, что это такое, как это должно выглядеть. Фига у тебя там, дядя, жрат вы-то. Скажи, Димон. Нормально. Так, отошли, это не мое. Давай поделим. Наше будет, че? Я сказал, отошли. Дядя, а че сразу за пистолет? Дай хлебушка. Езжай себе. Лады? А ну назад, я сказал! Тихо, тихо, дядя. Мы тебя убивать не собираемся. Так покалечим, чтоб тебя на работе сильно не ругали. В сторону! Дядя, дай, пожалуйста, левушку, а? Тебя как зовут? Ничка Воронов. Даш? Вставай. Ты как, бандит? Да, в порядке. Ничего себе, дядя, ты кувалда. Никакие мы не бандиты. А костеты зачем? Чтоб гадов всяких отгонять. Я помойку держу. Они же в столовские объедки хавали, нормально было. А сейчас вообще труба. У нас двое малышей пропало. Самых маленьких. Поймите вы, не могу я ничего дать, не мое. Сам не ел, оно пахнет. Ты что-то с ним балакаешь. И можешь плевать на людей. Пусть у нас хоть все подохнут. Блокадный Ленинград тяжелейшая совершенно история. Я до сих пор ничего не могу читать об этом. Да. Я стараюсь, понимаете? Но не могу. А уж снимать, Егор, вот это вот как вы решились? Я вообще безответственный человек. В определенном смысле авантюрист. В хорошем смысле. Не аферист, но авантюрист. В Большом доме фильм не совсем о блокаде. Это фильм на фоне блокады. На фоне блокады. На фоне блокады. Да, конечно, блокады – это центральная тема в силу того, что все эти люди – участники блокады. В том числе и офицеры, и оперуполномоченные НКВД. Тема была интересна тем, что это, в общем-то, новый материал был, который был рассекречен. Незадолго до этого из архивов ФСБ четыре уголовных дела. И задача наша была художественно соединить эти четыре уголовных дела в одно повествование. Одно дело – это было дело «Зигзаг». Вот этих людей, которые подделывали карточки и воровали еду. Второе дело было летчика-перебежчика, который хотел угнать самолет, но мы его, так сказать, немножко художественно изменили. Поменяли, да? Поменяли, да. Потому что там была такая история, она была связана с эмиграцией в Израиль, и она была не очень адекватная вот этому фильму. И еще два дела. Это очень трудная задача, естественно. Тем более, что мы в очень сжатые сроки работали. То есть вот ровно год назад, вот ровно год назад мы еще снимали этот «Большой дом». Конечно, это очень тяжелая тема. Она сакральная, эта тема. И она очень деликатная, поэтому мы очень дозированно подошли к ней. То есть взяли несколько персонажей с их персональными, личными трагедиями. Совершенно из разных, так сказать, слоев социальных. Продавцы, которые воровали. Темные люди, да, которые воровали у этих голодающих, которые могли отобрать хлеб у ребенка, который шел, нес эту пайку. А потом плакать, съесть ее и рыдать. И это трагедия человека, да, что он дошел до этого. Поэтому мы очень дозированно эти вещи взяли. Всего лишь несколько маленьких вот этих вот трагедийных эпизодов. Потому что это вся одна огромная трагедия. Я сыграл в телевизионном сериале «Большой дом» небольшую роль второго плана. Мы с Егором Андреевичем никогда не встречались раньше. Он меня встретил. Такое ощущение, что мы лет 25 знакомы. Не было никаких кастингов, никаких видеопроб, ничего. Он меня просто пригласил сняться. Очень простой в общении. Находиться с ним на съемочной площадке удовольствие. Мы снимали в тяжелейших условиях. Я ни одного крика от него не слышал. Его очень любят на съемочной площадке. Конечно, всем хочется с ним пообщаться, перекинуться какими-то словами, шутками. По-актерски он мне сделал одно замечание. Он сказал мне одно единственное слово. И я все понял. Спасибо Егору Андреевичу Кончаловскому, что он пригласил меня поработать рядом с собой. И вот в знак любви и уважения я снимаю перед ним эту шляпу. Просто фильм о блокаде, это, на мой взгляд, очень... У нас все-таки это детектив, где блокада вот такими какими-то характерами присутствует. Честно скажу, я очень боялся, что это будет клюква или вранье. Да, да, да. Или отсутствие какой-то эмоции. Но потом, когда фильм вышел, разные были критики. Такие, такие, такие. Но не было ни одной критики того, что было как-то недостойно или неправильно показана блокада. То есть вот блокада нам удалось быть правдивой с ней. Это очень трудно. Это очень трудно. Действительно, психологически трудно. И вообще, в Петербурге это все имеет совершенно другое значение. Потому что все на месте. Там все же... Все же вот эта картина висела, вот мы в квартире снимаем, эта картина здесь висела во время блокады. Она висела. Она все видела, эта картина. Да, вот эти перила, да, их потом 20 раз покрасили. Но это все равно те же перила. Но все то же самое, да. Все то, как там люди жили, вот эти вот бесконечные дни. Бесконечные дни. Вот мы снимали где-то в холодном месте, в помещении. И было там градусов 17-18 морозов. В Петербурге вот этой зимой, 41-42, там были 40-градусные морозы. И это изо дня в день, изо ночи в ночь, с этой отсутствием еды. Ну, то есть... Да, еще же бомбили. Конечно, ни электричества, ни воды. И вот так жить сотни, сотни, сотни дней. Это невозможно представить. Борис Хвашненский. Мне кажется, что Егор Андреевич обладает каким-то таким качеством, может, приобретенным, а может, врожденным. Ему не нужно как-то особенно колдовать для создания атмосферной площадки. И мне вообще кажется, что он каким-то образом умудрился сохранить такое свойство. Вот оно не испарилось. Какую-то ребячливость, что ли, какую-то молодость. Он допускает эксперименты какие-то, внезапные вещи. Если он так себя ведет, а он так себя ведет, значит, что он, ну, как бы, дарует актеру свободу. А это уже говорит о том, что он сам обладает этой свободой и легкостью. Егор, как бы, опять-таки, без особого труда, видимо, что-то природное. Складывает такие отношения очень паритетные, без всякого «я начальник, ты дурак». Принадлежит к разряду таких людей, с которыми очень приятно было бы длительно побеседовать так тепло, хорошо, глубоко, искренне, за чашкой чая. Но лучше за рюмкой. Хочу, знаете, о чем спросить? Об экранизациях. Вы экранизировали роман «Авиатор». С экранизациями, с этими, всегда большая беда. В том смысле, что потом приходит человек в кино и говорит, да ну, да это вообще никакая не экранизация. Да и это все они придумали, так не было, да? Вам с такой проблемой столкнуться не страшно, что вам все будут говорить, да ну, Водолазкин это все другое, а тут Кончаловский в лес. Хорошее литературное произведение, да может быть и не очень хорошее, я сейчас вообще говорю про... Про литературное произведение. Оно подразумевает бесконечное или там множественное число интерпретаций. Это правда. И тем и велики пьесы, которые ставят и переставят и ставят. Да, Илья Анна Каренина, там любую линию снимай. Мастера Маргарита или весь Чехов, или весь Шекспир, или весь там Бернард Шоу в театре, да, ну и в кино тоже. Поэтому, безусловно, кинофильм является ли он экранизацией, то есть более прямой, так сказать, интерпретацией романа на экране, будь он по мотивам. По мотивам это такое размытое понятие, да, потому что ты что не понял, что это Вишневый сад? По мотивам, да, что это мотивы. Да, что это происходит там в Сирии в 2024 году, но это по Чехову. Ты что, не понял, по мотивам, это такое растяжимое понятие, да. Конечно, автору, литератору, писателю, который не пишет сам сценарий. Ну а как? Как ты роман, там, 500, 600, 700 страниц в полный метр? Никак. Это надо сериалы снимать, это надо выбирать. И ты в любом случае оказываешься в ситуации по мотивам. Потому что ты в любом случае отрезал 90% романа. Это в текстах, да, да, да. Ты должен выбрать какую-то линию одного героя и на ней создать вот это. Поэтому, конечно, всегда есть недовольные. Но у меня так вышло, что у меня второй фильм «Антикиллер», который тогда гремел этот роман, Данил Аркадьевич Корецкий. Он страшно возмущался вначале, что, значит, а где мой роман-то? Вы взяли там одного? Я говорю, ну, Данил Аркадьевич, приезжайте на съемки, посмотрите. Приехал на съемки и замолчал. Увидел, как бы, что это за процесс. И этот фильм, он, наоборот, как бы был весьма неплохо встречен. И как раз вот любителями корецкого имени, почитателями. Вот тогда я уже отбоялся. Тогда я понимал меньше, чем я понимаю сейчас. Я и сейчас многого не понимаю. Да, с авторами всегда это есть проблема. Но даже скорее она с самим писателем всегда. Потому что писатель, естественно, очень трепетный. И это нормально. Относится к своему тексту, конечно. Ну, как же вы не заметили, что вот это точка. Важно, здесь важно, да. Что снег пошел. Ну, да. Поэтому вообще авторов лучше не допускать до работы над сценарием. Потому что все-таки литература это другая. Ты можешь долго рассказывать, беседовать. Все. В кино должно быть мало слов. Да, да, да. Должно быть движение. А то, что касается «Авиатора», то мы сейчас в середине процесса. Отсняли зимний блок. Вот сейчас готовимся к летнему блоку. То есть где-то половину сделали. Уже монтаж идет. Но еще много очень работы. Потому что сложный проект. И роман непростой. Роман непростой совсем, да. И сплошные звезды у нас снимаются. Вот про звезд я хочу спросить. Вот скажите мне, Егор, для чего нужен кастинг? Пробы – это очень важный момент. Сегодня пробы, они в какой-то степени являются и репетицией. Потому что артисты настолько заняты сейчас и настолько востребованы, что хорошо. То есть у артистов первой величины, там, я не знаю, как Константин Хабенский, как Сережа Безрукова, второй, третий, четвертый величины, все заняты. Для нас это хорошо. У нас импортозамещение пошло. И зачастую ты просто не можешь собрать. Вот читка, у тебя сценарий, у тебя там 10 звезд. Вот у меня сейчас. Все звезды. Все. Даже на маленьких ролях. Ну, у вас кто? Ну, вот или это секрет пока? У нас Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Александр Горбатов, Илья Коробко, Шагин Антон, Мир Курбанов, Дарья Кухарских, Софья Эрнст. Вот я очень благодарен, например, Кищенко Виталию и Мир Курбанову, что они согласились на очень маленькие роли. Вот почему, с чего бы, да? Вот поэтому кастинг, на мой взгляд, это очень важная вещь. Зачастую вот в сегодняшнем бешеном ритме заменяет репетиции. Ну, вот слава богу, на «Авиаторе» мы имели возможность, благодаря продюсеру Сергею Катышу, мы имели возможность действительно вот и пробы в гриме сделать, и так, и так. То есть по старинке, как говорится, по бабушкиному рецепту. По бабушкиному рецепту, да. Если ты пишешь под кого-то, вот ты знаешь, играет Хабенский, то он уже у тебя перед глазами, или там Женя Стычкин, он уже у тебя перед глазами. Так бывает, что пишут сценарий, уже зная, кто... Для артиста, да, да, да. Под артиста, да, под артиста пишутся. Тогда, конечно, кастинг, ну чего. А бывает так, вот как на «Большом доме» у меня был кастинг на какие-то... Там столько персонажей, что я просто не успевал. Кого-то я по фотографии утвердил. Как-то вот так получилось, что ни разу не ошибся. Не ошибся. Да, как-то все на месте встали. А вот, например, отец мой, он вообще в последнее время очень любит снимать непрофессиональных артистов. Вообще непрофессиональных. То есть вот в «Грехе» Микеланджело играл врач-стоматолог. Просто он был очень похож на те портреты Микеланджело, которые до нас дошли. Вы начали с того, я у вас про порядок спросила, а вы сказали, что сын второй родился, и порядку вообще пришел всякий конец. А у вас вот мальчишкам сколько сейчас? Семь и один. Семь и один. Да. А вот они какие? Узкоглазые. По манере. А не философы? Или, может быть, маленькие, еще вообще непонятно какой? А старший уже, может быть, о чем-то думает? Нет, ну, конечно, он иногда озадачивает какими-то вопросами и какими-то оборотами речи, где это можно было услышать, вот так сказать. Сейчас вот у старшего идет увлечение военной тематикой, то есть он различает виды оружия. Я ему подарил автомат Калашникова и пулемет Калашникова, который у меня со съемок... Ну, понятно, что не настоящий, а реквизит, да, не пугайтесь, дорогие телезрители. То есть они как настоящие. Ну, да-да-да-да-да. Их можно просто купить, это макет. Но по весу, по всему его можно разобрать, этот автомат. Как вот нас учили на начальной военной подготовке в школе, потом в армии. Вот он уже разбирает автомат. И мне кажется, что это важно, да, потому что я, когда был маленький, я был, в общем-то, очень очарован войной. В силу того, что, ну, вот война-то чего я вшил там, в 70-м году, война-то вот она была, да? Да, 20 лет назад, да. У меня когда 4 года было. И мне кажется, что увлечение военной тематикой лучше, чем увлечение компьютерной тематикой. Конечно. Это, во-первых. Во-вторых, они, ну, младший-то он еще чего, ест, спит и... Хохочет. И хохочет, да. Возмущается мне, безусловно. Вот, но они деревенские у меня ребята. Вот, они родились и живут в деревне. Другой ритм жизни. Это можно выйти, выбежать на улицу в любой момент. Без взрослых. Да, конечно. Машин нет, там все. Мне кажется, что это очень хорошо. Вот детство жить все-таки вот на природе. И вот эта привилегия у них есть. Поэтому нет, конечно, никакие не философы. Еще все впереди его. И старший сын еще совершенно, конечно, большой уже, вырос, и длинный, и худой, и автомат Калашникова разбирает. Но, конечно, он абсолютный младенец еще. Конечно, и слава богу. И наивный, и абсолютно поразительно. Ну, вот это меня... Я раньше просто не думал в таких категориях, но сейчас чаще общаюсь с маленькими этими детьми моими. Вот эта детская чистота, она вот сейчас вот и непорочность, да, мысли, вот, она меня, конечно, невероятно трогает. Редкое качество. Вот, мне кажется, мой дед сохранил его, частично это качество, практически до конца жизни. Ну, вообще до конца жизни. Вот эта непосредственность детская какая-то. Спасибо вам большое. Вы знаете, я от всей души желаю вам, чтобы у вас хватало времени и на детей, на ваших, да, и на нас, на зрителей. Потому что мы любим фильмы, которые снимает Егор Кончаловский, мы с удовольствием ходим на них в кино. Мы не будем, мы зрители, да, ругать вас за то, что экранизация оказалась не такая, как роман. А мы будем ее с удовольствием смотреть. Ну, я все-таки надеюсь, что с авиатором экранизация, поскольку Евгений Водолазкин, он участвует очень, так сказать, активно в нашей работе. Не верьте писателям, они в любую минуту могут переметнуться. Могут, но могут. Спасибо. Хорошие режиссеры в нашем кинематографе есть, но их не так много. Егор Кончаловский один из них. И я желаю ему новых, интересных проектов. А на площадке пусть всегда будет так, как любит Егор. Порядок, дисциплина и дружеская атмосфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...